Здравствуйте, коллеги. Наша съемочная группа сейчас находится в Лачинском районе. Здесь недавно с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева были введены в эксплуатацию две малые гидроэлектростанции Забух и Гаргышлак. Одним из ключевых направлений развития сектора ВИА обозначено превращение освобожденных от оккупации территорий в зоны зеленой энергии. Весомая роль в развитии ВИА отводится освоению гидропотенциала страны. Причем сегодня ключевой акцент делается на строительство малых гидроэлектростанций в Карабахском регионе. Как я уже отметила, здесь в Лачинском районе были введены в эксплуатацию недавно две малые гидроэлектростанции Забух и Гаргышлак. Отмечу, что мощность малой гидроэлектростанции Забух составляет почти 3 мегаватт, а Гаргышлак 4 мегаватт. Ежегодно на малый ГЭС Забух будет производиться 8-9 миллионов, а на малый ГЭС Гаргышлак 11-12 миллионов киловатт-часов зеленой энергии. Для интеграции станции в энергосистему построены новые подстанции, а также проложена новая 35-киловольтная линия электропередачи. Благодаря прокладке оптического кабеля станции интегрированы в централизованную систему СКАДа энергосистемы страны. Также с помощью цифрового включения и отключения интеллектуального управления проведением мониторинга и анализа обеспечена доступность контроля за этими станциями из Баку. В то же время в Лачинском районе до этого были реконструированы и введены в эксплуатацию малые гидроэлектростанции Мещны и Алхаслы. Согласно данным Азиар Энерджи, в 2024 году еще 12 малых гидроэлектростанций будут введены в эксплуатацию. Всего в регионе будут функционировать 72 малые гидроэлектростанции общей мощностью 467 мегаватт. Несмотря на климат и труднопроходимый рельеф региона, менее чем за три года здесь были реконструированы и введены в эксплуатацию 28 гидроэлектростанций общей мощностью 226 мегаватт. А в настоящее время на четырех гидроэлектростанциях общей мощностью 44 мегаватт идут работы по установке оборудования и наладочные работы. Также в 2024 году, который объявлен годом солидарности во имя зеленого мира и когда будет проведено мероприятие КОП-29, планируется сдать в эксплуатацию 32 гидроэлектростанции общей мощностью 270 мегаватт. На этих станциях в течение года будет ежегодно производиться более 600 миллионов киловатт-часов зеленой энергии, что означает экономию свыше 160 миллионов кубометров природного газа и сокращение объемов выбрасываемого в атмосферу углекислого газа более чем на 330 тысяч тонн. В целом общие потребности региона в мощностях на 2040 год спрогнозированы в объеме 1000 мегаватт. С учетом объема запланированных реализации проектов по зеленой энергии полностью обеспечит это регион чистой энергии сроком на 20 лет. Пока что к этому часу у меня все. Студия. Продолжение следует...